Называется «После вчерашнего», ещё «О той жизни». Вот она, наполненная жизнь. После тусклой недели литературной работы, наконец, солнце ударило из зенита. Вчерашнее стоит столбом. Трудно вспомнить, так как невозможно наморщить лоб. Только один глаз закрывается веком, остальные рукой. Из денег только то, что завалилось за подкладку. Такое ощущение, что в руках чьи-то колени. Несколько раз подносил руки к глазам, ни черта там нет. От своего тела непрерывно пахнет рыбой. Чем больше трёшь, тем больше. Лежать, ходить, сидеть, стоять невозможно. Организм любую позу отвергает. Конфликтуют тело с организмом. Не на кого рассчитывать. Пирамидон эту голову не берёт. Трудно в неё попасть таблеткой. Таблетки приходится слизывать со стола, так как мозг не даёт команды рукам. Дважды удивился, увидя ноги. Что-то я не пойму. Если я лицом вниз, то носки, ботинок куда должны смотреть? И сколько их там всего? И хотя галстук хорошо держит брюки, видимо, несколько раз хотел в туалет и, видимо, терял сознание. Видимо, не доходил, но, видимо, и не возвращался. И что главное, в зеркале не мой вопрос в глазах. Моргал-моргал, вопрос остаётся. Где, с кем, когда и где сейчас? И почему в окне неподвижно стоят деревья, а под кроватью стучат колёса и выжатый лимон с лапками? Видимо, канарейку выдавил в бокал. Будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны. Продолжение следует...